Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злащих пастерах и водит меня в водах тихих. Открепляет душу мою, направляет меня на степи правды ради имени своего. Если я пойду в долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трагеджу в виду врагов моих. Мастил елеем в голову моих, чаша моя преисполнена. Так благость и милость дозапровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господней многие-многие дни. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Слава торжественной. Бог любит нас. Бог любит каждого из вас. Если уже всё вынесли, давайте мы благословим, помолимся. Владимир Иванович, я хочу попросить тебя, чтобы помолились за хлеб. То, что даёт нам Бог. Есть пища телесная, есть пища духовная. Это Слово Божие. Мы помолимся, поблагодарим Бога за все дары, которые нам давно. Самое главное, когда мы молимся и отче нашим репетам, нашим репетам, нашим репетам на сей день. И Слово. Слово. И сюда. Покружнёмся скидер. И едет на то, что мы говорим. Товарищ Библия, тот будет, что там больно написал все вместе. Вот. Вот, это что, нет, не афальт. Слово Божий, всесильный, любящий Отец Небесный, сотворивший небо и землю и является нашим пастором. Мы обращаемся в это утро к Тебе с благодарностью от того, что Ты, Господи, дал нам всё необходимое. Мы были сыты, обуты, одеты. Были у нас неприятности, но, Господи, Ты давал нам силу побеждать и прийти дальше. И вот есть то, за что мы особо к Тебе благодарны, Господи. Это за Слово Твоё, которое вселяется в наше сердце, туда, в разум наш. И всякий раз, когда мы приходим сюда на служение, Господи, Ты снова и снова ворошишь, Ты снова и снова откатываешь, Ты снова и снова заботишься о том, чтобы мы не остыли, не охладили, но Духом пламенили и любили Тебя. Благослови сегодняшнее особое наше служение, благодарность Тебе за произвращенный урожай, за то, что мы работаем, за то, что мы зарабатываем и обеспечиваем себя. И имея, Господи, деток, мы растим и благослови. Благослови, Господь, наши пастыри, и дай, Господь, им отправить Слово Твоего. Благослови, Господь, и нашу молодёжь. И вот сегодня они также будут прославлять Тебя, наш Господь, на музыкальных инструментах. Дай, чтобы это прославление, оно было любимым занятием у нас и тогда, когда мы в одиночестве, и когда нам скучно, чтобы мы любили песни и пели эти чудесные христианские песни. За всё Тебя славу великому Богу, слава Отцу Силы и Духу Святому. Аминь. Господь, мы радуемся тому, что жатва Твоя созрела, не вы поберели. И благодарим Тебя, что лето, Господь, и благоприятное продолжается. Лето спасения душ человеческих. Лето, когда мы можем в свете радоваться. Благодарим Тебя за всё необходимость, что нам посылали, за все физические плоды и дары Духа Святого. За хреб насущный, за материальное благополучие, благослови, за здоровье, которое Ты нам дает. Благослови всех нас вместе, каждого в отдельности, каждого брата и сестру, членов нашей церкви. Благослови, чтобы мы двигались навстречу Тебе, в ту вечную жизнь, в ту обитель, которую Ты приготовил для всех любящих Тебя. Помоги, чтобы все мы там встретились, чтобы никто из нас не погиб, никто из нас не отстал в этом греховном мире, не заблудился. Благослови наших близких и родных, родственников, наших детей, чтобы мы всей семьёй были спрятены для славы Твоей. На Тебя уповаем. Благослови в служении во имя Иисуса Христа, мы будем в Тебе. Аминь. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты одарил нас духовными дарами. Благодарю Тебя, Господи, что в каждом из нас есть огромный потенциал, данный Тобой, данный Духом Святым. Благодарим Тебя, Божий. И, любящий Бог, благослови нас, чтобы все эти таланты, дары, призвания, они были реализованы, чтобы, Господи, мы увидели в радости плод, любящий Бог, плод любви, плод Духа Твоего Святого. Слава Тебе, любящий Бог, благословляем Тебя, имя Твое Святое. Благословляем, Господи, Церковь Твою. Благословляем людей, которые живут вокруг нас, Господь, любящий Бог, во имя Иисуса Христа, что многие, ну, многие все узнали Тебя, они были спасены во имя Иисуса Христа, любящий Бог. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Церковь. Добрый вечер пребывает. Мы ждем сюда, в группу прославления. Готовы? Чтобы не повели нас, хвалея Богу. Чтобы... Хвала — это тоже плод. Плод наших уст, плод нашего сердца. И для многих из нас хвалить Бога... Ну, это определенные откровения. Поведь Бога. Как это? Бога прославляет. Как это Богу петь? Сколько можно Богу петь? Ну, спел один раз, ну, спел два раза. Но как можно? На небесах написано. Вообще там 24 на 7 поклонение идет и не устают. Что такое поклонение может быть для каждого из вас? Пусть это будет вопросом, откровением. И сегодня поклоняйтесь. Открывайте свое сердце навстречу Иисусу. Открывайте свое сердце, чтобы хвалить, и свои устах, чтобы хвалить Бога. А что мы сидим-то, церкви? Встаем, вставайте, давайте Богу прославляем. Сегодня радостный светлый праздник. Очень хочется, чтобы сегодня был больше света в ваших улыбках, в ваших лицах. Чтобы мы могли по-настоящему Бога прославлять за все, что Он для нас сделал. Ведь столько всего особенного Он для нас приготовил. Для меня вообще последнее время в моей жизни – это время осмысления благодарности за то, что я имею, за то, через что меня Бог проводит, через, ну, именно за мой уникальный собственный путь перед Богом. И вот этот праздник, он, ну, как, такая определенная путевая века в жизни, когда я могу, ну, приходить к нему и благодарить за... Не только за радости, не только за победы, но и за трудности, за переживания, за болезни, за то, что мне совсем не нравится. Вот. Но я понимаю, что то, что Он делает, это полно мудрости. Мое самое мудрое не мудрее, чем его самое не мудрое. Поэтому будем приходить в его присутствие с радостью, с удовольствием, с хвалой. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Давайте будем признавать Ему по-настоящему, что мы доверяем Тебе, Господь, мы любим Тебя. Иисус, Ты любовь моя, Иисус, не оставлю я Тебя. С темно Ты, Ты возьмал меня, Дал надежду, и Тебе знаю я. Иисус, Ты любовь моя, Иисус, не оставлю я Тебя. Иисус, ты любовь моя, Иисус, не оставлю я Тебя. 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 Мою души другу, прославлять тебя я буду вновь и вновь. Господь, слава тебе на то, что ты такой великий Бог, на то, что прославлять тебя для нас — это большая честь, то, что ты не гнушаешься в нас, ты, Господь, приходишь к нам сам и отдаешь свои полномочия, свою славу каждому из нас. Исцеляешь нас, Господь, вдохновляешь снова и снова. Спасибо тебе за огромную ответственность, которую ты дал каждому из нас. Ты говоришь о том, что жадва сейчас поспела, жадва — это люди, которые нуждаются в тебе, Господь, вокруг. Открой наши сердца к тому, чтобы слышать голос твой. Открой наши сердца к тому, чтобы принимать вот этот вызов, вызов нашего поколения, вызов нашей церкви, вызов лично мне, Господь, чтобы не бояться ничего, потому что я много чего боюсь. Мне очень много чего не хочется делать, но я знаю, что ты зовешь. 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 Ты зовешь. Я знаю, что ты зовешь. И все крышки, без остатка нашу жизнь. Вот он я, посни меня, да, вот он я, посни меня, да, вот он я, посни меня, да. Вот он я, посни меня, да, вот он я, посни меня, да. И все крышки, без остатки нашу жизнь. Что жертвы много, жертвы много, И в сердце голос друга, кто пойдет за нас. Жертвы много, жертвы много, И в сердце голос Бога, кто пойдет за нас. Жертвы много, жертвы много, Мы принимаем этот вызов в нашу поколение. Мы отдаем тебе всевышний, без остатка нашу жизнь. Мы принимаем этот вызов в нашу поколение. Мы отдаем тебе всевышний, без остатка нашу жизнь. Мы отдаем тебе всевышний, без остатки нашу жизнь. Ты в человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Собираем И радуемся вместе со Христом Тогда песня благодарения Она не смолкает Аминь Аминь церковь И радуемся вместе со Христом Я теряю В каждой попытке Начать всё сначала Хоть и в ней И каждое утро Ты обновляешь Милость и благодать Как и в ней Есть Благодаренья Вечно не слепается И сердце Мое Бой 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 Благодаренья Вечно Избивается И сердце Мое Бой 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 И это мой, как все дня, и в твоем сердце Отделает место в коне Весь подгаданья Вечно висит в адреса И в сердце моем Весь подгаданья Вечно висит в адреса И в сердце моем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 чтобы ни в чем не имела мысли благословенно, а с вами Иисус Христа, мы молимся, и все собрание скажем, аминь. Все, вы, наверное, знаете, что я люблю наблюдать, как устроено Слово Божие, и люблю вот порядочек, которые Бог заложил, там на нижних полочках, там все посчитано, все просчитано. Сегодня я вам хочу рассказать об одном удивительном числе. Число называется Фи. Да, Фи. Не Фи, он. Две футки. Я думаю, что старшие ребята, наверное, знают, а для тех, кто помладше, я расскажу. Значит, число, ну это закономерность, это числовой реактор. Он был открыт одним великим ученым, вот. И, ну, знаете, что у вас стоит? Ноль, один. Дальше будет ноль плюс один. Сколько будет? Следующее число один. Так, дальше. Один плюс один будет? Два. Нет. Ноль плюс один будет? Два. Один плюс два будет? Три. Три. Так, два плюс три будет? Четыре. Нет. Два плюс три будет? Пять. Хорошо. Три плюс пять будет? Шесть. Три плюс пять будет? Восемь. Так вот, вот эта вот последовательность, это и называется число Фи. Еще одно, это вот такое, запомните число, сейчас просто вы увидите Фи об этом числе. О том, как удивительно Бог все создал. А еще есть такой закон, или тоже такое число, оно называется золотое сечение. Если любое следующее разделить на предыдущее, то будет, вот если, например, восемь разделить на пять, будет 1,6. Если пять разделить на три, то будет 1,6. То есть в обратную сторону. Ну, это я, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. Я, как математика, я восхищаюсь просто законами, которые Бог заложил во всем, во всей вселенной. И чтобы вам легко было восхищаться вместе со мной, я сегодня приготовила вот это удивительное видео, видео, доказательство, что Бог есть. Видео. Слава Богу. Пристегните дни, уважаемые друзья, потому как то, что вы сегодня узнаете, может навсегда перевернуть вашу жизнь и ваши взгляды на мир. И, возможно, воскресят убитую совесть. Пожалуй, до этого момента в мире не существовало реального, фактического, научного доказательства существования Бога, его причастности к всему живому и неживому в этом мире. Сегодня я предоставлю вам такие факты, после которых отвергать его существование будет проявлением упрямства и глупости. Итак, поехали. Многие из вас наверняка слышали о так называемом числе Фибоначчи. Его еще называют числом Бога. Почему, спросите вы? Потому что все живое и неживое так или иначе имеет отношение к этому числу. Строение панциря улитки, пропорции человеческого тела, розыгры подсолнуха, строение пчелинных сот и их же глаз, зерноватые узоры цветов, растений, деревьев и, в конце концов, спиролюбидная форма галактики. Все заимствует пропорции и размеры, исходя из числа Фибоначчи. Конечно же, человек активно использует это число в повсеместной деятельности, например, в архитектуре, в живописи, в постановке кадра, даже в первозработке знаменитого яблока Apple. Дизайнер использовал золотые сечения. Но, как у нас это обычно бывает, используя слепосложные позаимствования у природы, мы редко задумываемся о выясненности его происхождения и причине появления. Зачастую мы не можем все списывать на случайность или причем в революции. Но так ли это? Что же это за таинственное число в фильме? 1,61 число Фибоначчи или число Бога? И какое отношение оно имеет к Богу? Как казалось, самое, что и на есть прямое. Но все в порядку. Итак, для начала предлагаю углубиться в это нашего тела, в самое сердце клетки, строительную библиотеку жизни под названием ДНК. Как известно, ДНК представляет собой плотно скучную густовую спираль из набора четырех букв, ответ ЦГ. Грубо говоря, это четырехличный код, на котором написана программа нашей жизни. От строения тела и цвета глаз до характера и предпочтений ЕГЭ. Сама мысль о том, что внутри нас находится огромная библиотека, наводит на мысль о неком интеллекте, который написал этот удивительный код. Код жизни. Ведь, согласитесь, глянув клещеру, найдя там некие иероглифические надписи или доисторические рисунки, вы никогда не подумайте о том, что они появились там сами собой. Любая информация является продуктом интеллекта. Тем более, если это не два-три коряло написанных предложения, а реально огромный объем информации по размеру, примерно занимающий московскую центральную библиотеку. Вся эта информация заключена в малюсенькой клетке. Этих клеток в вашем теле 120 миллиардов. Это примерно как песка на пляже. Удивительно. Не так ли? Ну давайте вернемся к честу Фибоначчи. Так вот, помимо молекулярных букв, составляющих код ДНК, между двух частей спирали находятся мосты, скрепляющие противоположные стороны спирали. Без этих скрепительных мостов ДНК буквально в смысле разваливается или взрывается. То есть без них жить было бы невозможно. Меня пригласили рассказать вам об исследовании, которое я начал делать в 1983 году. Я сконцентрировала свое внимание на исследовании биологической молекулы. Наука называется молекулярная биология. Можно зайти внутрь молекулы, которые находятся внутри каждой клетки. Я работала с помощью электронного микроскопа Махана-Вайцмана 10 часов каждый день на протяжении 4 лет. Я смотрела на молекулы ткани, которые я получала в день, крыс, шеи и обезьян, и исследовала ДНК. Часть ядра каждой клетки. Что такое ДНК? Это две эрикадальные бобины, которые уколят друг в дружку. У электронного микроскопа есть программа, которая говорится в ней по-английски. Я спрашиваю программу, что происходит, когда бобина распадается. Программа отвечает, ты взрываешься. Мы знаем, что большее количество болезней происходит от взрыва клетки. Я опять спросила программу, что должно происходить в нормальном положении с физиологической стороны, чтобы бобина не взорвалась. Программа отвечает, периодически есть мост, соединяющий обе бобины, чтобы они не раскрылись. То есть именно этот мост должен бобины вместе и не берет взрываться. Благодаря этому клетка живет. Тогда я спросила вопрос на миллион долларов, где находится этот мост. Компьютер считает количество аминокислот и говорит мне, через 10 аминокислот есть мост. Следующий мост через 5 аминокислот. Следующий через 6 и следующий мост через 5 аминокислот. Вы знаете, что это такое? 10-5-6-5. Это мост, который дает жизнь клетке ДНК. Причем здесь число не пораньше, спросите вы. Судя вам расстояние, через которое находятся эти мосты. Итак, мы получили число 10-5-6-5. Ну и что, скажете? Ну, давайте обратимся к Богу, а именно к первому источнику христианства в Библии. Изначально первые 5 книг Библии были написаны на еврейке и назывались Тора. Отличительной особенностью еврейского алфавита является числовое значение каждой буквы. То есть каждая буква означает определенное число. И смотрите, если взять числовое значение мостов ДНК 10-5-6-5 и поменять их на буквы, соответствующие данным числам, то мы получим следующее. 10-йод-5-хри-6-2-5-хри. И что мы получаем? Йод-хри-бав-хри. В переводе на русский это звучит как Яхве. Это главное имя Бога. Триаграматом, который по закону Третьей Западной нельзя даже произносить напрасно. Как будто бы сам Бог расписался внутри нас, так художник расписывается под собственным шедевром. Но при чем здесь число Фибоначчи, спросите вы? Помогите с терпением. Давайте вернемся к золотой спирали и построим последовательность Фибоначчи. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Далее, путем их гиперматематических вычислений, можно получить золотую пропорцию, то есть соотношение сторон в процентном эквиваленте 62 на 38. Кстати, по этому соотношению по основной части тела человека. Для того, чтобы получить число Фибоначчи, достаточно 62 разделить на 38. Получается 1,6. То же самое и с рядом Фибоначчи. Если разделить следующее на предыдущее, получаем всю ту же 1,61. Если задуматься, то число Фи, 1,6, является числом силы. Например, архитекторы и строители, возводящие большие здания, рассчитывают его пропорции на основании золотого сечения Фибоначчи. Потому как данные пропорции гарантируют оптимальную стручную секрепость сооружения. Поэтому, когда я узнал, что ученые обнаружили числовую последовательность мостов ДНГ, идея о том, что они каким-то образом должны взаимодействовать числом Фибоначчи не покидая меня. Потому как это совершенная структура. И тогда Бог вложил в мой разум одну мысль. Вернемся к имени Бога, тетраграмматонной Яхве, и стоящим за ним числом 10,5,6,5. Если представить его как натуральное число 10,565, и применить к нему принцип золотого соотношения сторон 62 на 38, и разделить его на два числа 105 и 65, а затем 105 разделить на 65, то как вы думаете, что мы получим? 1,61 сумма. Это ошеломитно, друзья. В имени Бога число силы, число Фибоначчи, не число Бога. Наверняка кто-то скажет, что это самое лишь совпадение. Но не торопитесь с мыглами. Дело в том, что в каждой книге или в каждом кино есть центральная развязка. Кульминация или катарсис, если хотите. Так вот, кульминацией Библии является смерть Сына Бога Иисуса Христа на кресте. Собственно, вся суть Библии, если рассказать о втором предложении, заключается в том, что Бог сошел на землю и не из-за человечества выкупает тем самым его перед собственным законом, который обрекает нас с вами на смерть. Закон Бога нельзя отменить или изменить, а Он гласит, грех и есть смерть. А кто из нас с вами не согрешил? И чтобы обойти закон, чтобы спасти людей, должен умереть сам законодатель. И пришел Иисус Христос и умер вместо нас. И в данное время вера во Христа и в жертву Бога, искреннее раскаяние, конечно же, освобождает нас от грехов, а значит и от смерти. Знаете, я не знаю другого такого Бога, который был умер за вас, ставшее против Него творение. Поэтому я люблю Бога и искренне в Него верю. Но почему я это? Дело в том, что я долго думал, имеет ли числовое значение имени Бога 10, 5, 6, 5, какое-либо отношение к Иисусу Христу. И вот что мне открылось. Если из центральной точки провести отрезки по четырем сторонам света, равные данным значениям, то есть 10, например, сантиметров, 5 сантиметров, 6 сантиметров и 5 сантиметров, то получается крест. Более того, если сложить по направлению получившиеся отрезки, то есть 5 плюс 5, что равняется 10, и 10 плюс 6, что равняется 16, и затем 16 разделить на 10, то получится, чтобы умерли 1,6. И, кстати, ключом к данному открытию послужил именно крест. Скажите, это все лишь сопровождение? Еще несколько интересных фактов. В Библии и в Е6-15 мы находим размер копчега, который должен был построить на преддверии повторно данные размеры, да, но, конечно же, сам Бог. И это 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Кстати, по мнению ученых, это идеальное соотношение 1 к 6 для наивысшей прочности и плавучести корабля. Учитывая, что копчег был размером практически с Титаник, но при этом сделан он из дерева. Итак, число Бога 10, 5, 6, 5. Путем нехидрих математических подчислений, из этого числа мы получаем размер копчега. 10 умножить на 6 умножить на 5 получается 300, 10 умножить на 5 получается 50, и 5 умножить на 6 получается 30. И вновь идеальный размер копчега прописанных в числе имени Бога. Потому что Бог — это наш копчег, друзья, а Библия — это его слово. Кстати, Иоанн Горпизанский, или, как его прозвали позже, Фибоначчи, открывший в золотую последовательность и число фи, жил в 13 веке нашей эры. Однако Библия, написанная как минимум за 13 столетий до его открытия, изобил золотыми пропорциями. Вот некоторые из них. Вновь упоминаемый Ноев ковчег. Шириной был 50 локтей, а высотой 30 локтей. Если 50 разделить на 30, получается 1,6. Ковчег Зарьетов, который находился в Крижале с 10 заповеднями, шириной был 2,5 локтя, а высотой 1,5 локтя. Если 2,5 разделить на 1,5, получается 1,6. Заметьте, это даже не от Фибоначчи. Медная чаша Амвон, или жертвенник, сделанный Царем Соломоном, для храма шириной был 5 локтей, а высотой 3 локтя. 5 разделить на 3, получается 1,6. И это только некоторые примеры. Библия ими и забилует. Итак, если Библия собрания легенд, сказок и мифов, зачем в нее закладывать золотые пропорции, официально открытые которые лишь в 1300 лет спустя даты ее написания? Между прочим, 90% библейских пророчеств, а их около 2000, уже сбились. И это научно и неисторически доказано. Вы просто этим не интересовались. Так если 90% сбылось, так и уже 10% не исполнится. Кстати, последняя часть пророчеств говорит о некой мировой власти, которая объединит в себе религиозную и светскую власть и поработит весь мир. И тогда будет всем очень плохо. И именно эту роль есть как минимум два потенгента. Надо с музыку и сними властями, стремящимися восстановить единый мир и порядок, и исламское государство, стремящиеся к тому же. А что будет потом? А потом будет конец. И чтобы не подсказывать, друзья, что это будет на наше поколение, но Бог предлагает нам сотрудничество. Он предлагает нам укрыться в Его ковчеге, в Его Сыне, Иисусе Христе. А вы думали об этом, пора раздуматься. И хватит утешать с Виском.